Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности, и сегодня у нас будет лекция про исламскую философию. А, да, вот у нас лекция про исламскую философию, собственно, подготовлена. Начнём же. А философия за свою историю принимала множество различных форм и нередко погружалась в недра самых фундаментальных и, как многим могло бы показаться, неизменных религий. О философии в исламе мы можем говорить в двух различных смыслах. Во-первых, сам ислам, как и любая другая религия, имел в своём основании те или иные философские утверждения, которые составляют ядро этой религии. Во-вторых, та самая греческая философия, о которой мы уже говорили в прошлых лекциях, также была известна арабским мыслителям в лице Платона и Аристотеля. Ну, в смысле, Платон и Аристотель были известны арабским мыслителям. И даже нашли своих продолжателей среди правоверных мусульман. Более того, перепотетические идеи стали популярны в исламе значительно раньше, чем в средневековой Европе. Христианский Запад во многом и знакомился с Аристотелем благодаря восточным перепотетикам. Так вот, если ещё можно ввести споры о том, являются ли индийские, китайские идеи философии, то относительно философии ислама можно с уверенностью сказать, что она включена в систему традиций философской преемственности от древних греков до наших дней. Ну, конечно, это не значит, что все ниже перечисленные направления можно считать чистой философией. Можно так сказать, что не все они являются рациональными какими-то, рациональной философией и тем более какой-то рационалистической, тем более нет. А, конечно, нет. Здесь всё, ситуация значительно сложнее. Но мы сейчас не будем погружаться в различные споры насчёт того, что есть там настоящая философия, что не настоящая. Мы сейчас с вами просто разберём то, что считается философией. Да. Вот. Основные религиозные философские положения ислама. Конечно, нам сначала нужно ознакомиться вообще с самой религией ислама, но с христианством у нас всё было понятно. В принципе, мы живём в христианской культуре, христианские нормы, в принципе, для многих людей понятны. Понятно, что там есть Троица, понятно, что есть Иисус, Бог есть любовь и так далее, и так далее, и так далее. Всё это разжёвывать не имело смысла. А сейчас, поскольку большинство моих зрителей, скорее всего, с исламом не знакомы, хотелось бы, в общем-то, ввести их в курс дела. С точки зрения антологии, ислам является прямым наследником иудаизма и христианства. А есть единый всемогущий Бог, которого на арабском языке называют Аллах. Всю историю сотворения мира из Ветхого Завета мусульмане признают. Впрочем, в Коране изложена своя версия событий. И она отчасти похожа на Ветхий Завет, отчасти его, конечно, упрощает, отрицает. У Корана довольно-таки короткая книжица, на самом деле. Ну, то есть, всё могло быть намного хуже и намного сложнее, потому что Ветхий Завет сложная книга, безусловно. И малосвязанная Коран, более связан, и Коран более лаконичен в этом смысле. Так вот, среди всех пророков, включая Иисуса Христа, кстати, которого зовут Иссей, пророк Иса. Вот мусульман, он пророк Иса. Он не Иисус Христос, не Сын Божий, не какой-то там богачеловек. Нет, это просто один из пророков, которого звали Иса. Так вот, он перестает быть Сыном Божьим, конечно же, в Исламе, включая всех пророков, включая Иисуса Христа. Самым последним из них был Мухаммед. А также его называют печатью пророков. Почему он печать пророков? Да, потому что все, были-были-были пророки, все, последний пророк Мухаммед. После Мухаммеда никаких пророков нет и быть не может по учению Ислама. А Мухаммед даровал людям последнее и самое верное аврамическое учение, которое является последней волей Аллаха, выраженной в наиболее совершенной форме. По мнению мусульман, опять же. Отметим, что Коран был написан уже после смерти Мухаммеда, но все равно считается священнейшим текстом Ислама. Ну, так как все-таки это не просто так было написано. Он был написан, опираясь на слова Мухаммеда. Также и Суны были написаны, опираясь на жизнь Мухаммеда. Ну, в общем, сейчас мы все узнаем тоже. Так, также после смерти Мухаммеда слов его главных подвижников были составлены Суны. Суны — это тексты, в подробностях рассказывающие о жизни, деяниях и высказываниях пророка. Сборников Суны несколько, и они все от разных авторов. И каждый из сборников Суны, в общем-то, является, ну, там, выясняет степень достоверности этих сборников, какой там сборники, какие сборники более достоверны, там, от Бухари, например, о, какие прекрасные сборники, или какие-то там менее прекрасные сборники. Ну, в общем, понятно. Суны бывают разные, но все равно к ним нужно апеллировать, потому что Суны, по сути, является основой и фундаментом для правовой системы ислама. Без Сун по одному только Корану составить какую-то правовую систему, ну, практически невозможно, потому что, как я уже сказал, Коран крайне лаконичен. Так, Коран и Суна – это основные источники исламского учения и права. Сейчас, простите, вот так вот сделаем, нечетко было. Так, теперь перечислим пять столпов ислама, конечно же. Пять столпов ислама – это основа. Основа, которой следуют все верующие, в общем-то, все мусульмане. Столпов пять, как было сказано. Исповедание веры, то есть шахада, молитва, то есть намаз, пост, то есть ураза, и милостыня, то есть закят, паломничество, то есть хадж. Ну, все эти слова – шахада, намаз, ураза, закят, хадж – скорее всего, вы слышали и, скорее всего, не вполне понимали, что это такое. Ну, вот, исповедь веры, молитва, пост, милостыня, паломничество. Пять столпов ислама. Сразу заметим, что свидетельство веры в исламе содержательно отличается от веры христианской. Христианская вера изначально была противопоставлена знанию, как мы уже разбирали, во многом благодаря Клименту Александрийскому. Исламская вера – есть знание. Слушайтесь формулировку шахады. Вот что вообще называют шахады, и вот сейчас мы ее прочитаем. Которую хотя бы раз в жизни должен произнести каждый мусульманин. Так вот, это свидетельство веры. Шахада. Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммед – его пророк. Непосредственно нужно произнести на арабском языке, и тогда магия случится, в общем. Здесь нет ни капли сомнений, ни капли христианского дуализма. Это совершенно иной род веры. Покорность Аллаху. Есть основы исламской веры. Собственно, ислам и переводится с арабского как «покорность». Ну, ислам равно покорность. Вот, вот, вот все, как бы. Вот вам главный добродетель, наверное, ислама. Аллах един и единственен. Ислам радикально монетеистичен. Он отвергает любую тройственность и двойственность божества. Поэтому, кстати, ислам отвергает троицу. Ну, то есть, нету отца, сына и святого духа, простите, есть Аллах. Аллах един, Аллах абсолютен, Аллах всеведущий, Аллах могущественен. А в христианстве троица есть. И троица считается, вот, как бы, отходом от такого радикального монетеизма. Поэтому мусульмане, ну, мусульман есть определенные точки, как бы, так сказать, непонимания с христианами. И поэтому они критикуют друг друга. Во-первых, потому что мусульмане провозгласили внезапно сына Иисуса. Как бы, это отход от монетеизма. Потому что есть некое воплощение бога в телесном образе. И при этом он тоже считается какой-то, вот, ипостасью бога. И это все как-то, вот, неправильно кажется мусульманам. Ну, и, во-вторых, вообще вся троица, вообще концепция троицы не нравится мусульманам. Ну, потому что, почему их три? Три. Непонятно мусульманину, почему их три. Мы же монетеизм, как бы, исповедуем, а по какой-то причине божеств три. Внутри. В итоге все равно, как бы, суть одна. В итоге всех ждет судный день, включая многие элементы из христианства. Включая пришествие Иисы Пророка, а также суд над людьми, также включая вот этого Антихриста и так далее, и так далее, и так далее. С Армагеддоном все вот по канону, довольно-таки. Наверное, это все, что нам нужно знать, чтобы поверхностно захватить исламскую философию. Вот тут очень краткое описание того, что она из себя представляет. Мы с вами не собираемся становиться серьезными сломоведами. Нам сейчас нужен просто вот такой вот поверхностный базис, чтобы мы просто имели представление о том, что мы обсуждаем. Все. Ну, или не все. Суниты и шииты тоже разделение очень интересное, потому что большая часть того, что было сказано выше, с оговорками относится к шиитам. Ислам делится на сунитский и шиитский. Впрочем, это не исчерпывающее деление. В итоге мусульманских ответвлений очень много. Суниты придерживаются по большей части тех положений, которые были перечислены выше. Шииты и ответвления внутри шиизма куда более разнообразные, включают в себя признание даже 12 имамов. Ну, это как бы люди, обладающие, так скажем, сверхъестественными способностями и ведущими свой род от самого Мухаммеда. Точнее, даже от Али. Они ведут от Али. Али – двоюродный брат Мухаммеда, если что. И шииты как раз основываются на вере в то, что двоюродный брат Мухаммеда имел определенную духовную преемственность, в общем-то, от Мухаммеда. И оттуда же пошли все 12 имамов. Все они обладают прекрасными силами, связью с божеством. И, в принципе, они очень похожи на пророков. Поэтому, ну, опять же, вот эти вот принципы ислама, которые отрицали большое количество пророков, говорили, что Мухаммед – последний пророк, в шиизме все немножко сложнее. Кроме того, вместо Сун шииты опираются на Акбары. Отличий очень много и шиитских движений очень много, потому что у Али были дети, два сына. Потом разделение шиизма произошло уже с сыновьями, с сыновьями, с сыновей. И, в общем-то, доплодилось большое количество течений сунизма, которые признают разных сыновей и вообще разных, в общем-то, деятелей. Теперь перейдем к околофилософским и философским течениям внутри ислама. Калам. Первое слово, важное для нас, это, конечно же, калам. Калам – это своеобразная разновидность исламской апологетики, которая опиралась не столько на авторитет веры, сколько пыталась подкрепить этот авторитет с помощью разумных оснований. Калам можно поделить на три основных течения. Мутазилизм, ашаризм, матуридизм. Их мы разберем чуть позже. Калам оформился уже в восьмом веке нашей эры. Ислам, ну, седьмой век нашей эры, очень быстро довольно-таки. Так как калам являлся средством споры и защиты исламских догм, при этом не опираясь на авторитетные высказывания, он был вынужден доказывать свои положения философские. А также он должен быть внутри некоторого дискурса, напоминающего философию, потому что спорить приходилось не только с мусульманами и околомусульманами, так скажем. Сторонники калама принимают возможность аллегорического толкования Корана. Также они обсуждают проблемы единства Аллаха и его атрибутов, сотворенность и несотворенность Корана, и пытаются разрешить проблемы соотношения божественного предопределения со свободой воли. Вот, кстати, интересные все вот эти вот положения. Есть Аллах, у Аллаха есть определенные атрибуты, ну, как там, как обычно, всеведение, всемогущество и все-все-все прочее. Так вот, как Аллах относится к этим атрибутам? Это вопрос калама. Является ли сотворенным или несотворенным Коран? Ну, то есть, понятно, что есть книжка, в которой написаны буковки, она сотворена. Но насколько эта книжка, в которой написаны буковки, соответствует слову Аллаха? Если, в общем-то, Коран несотворен, ну, то есть, есть определенный, в общем-то, несотворенный Коран, то, вот, да, концепция несотворенности доказана. То есть, Коран вечен, значит. А есть сотворенный Коран, ну, то есть, не вечный Коран. Это значит, что его кто-то все-таки, да, сотворил. Да, ситуация здесь очень сложная, но мы попытаемся все это разобрать. А также соотношение божественного предопределения со свободной волей. Ну, в арамических религиях очень популярна концепция свободной воли, но при этом она как-то плохо ложится на дугму, согласно которой Бог является всеведущим. Ну, то есть, Бог знает все. То есть, Бог все предопределил, Бог создал все таким образом, что вот он знает итог. О какой свободе и воле можно говорить в таком контексте? Ну, понятная проблема, ее разрешением тоже занимались в рамках Каламов. Начнем, в общем-то, с мутазелизма, самого раннего направления. Справедливость. Первая, в общем-то, категория. Божественная справедливость предполагает свободу человеческой воли. Способность Бога творить только наилучшая и невозможность нарушения Богом, установленного им из вечного порядка вещей. Единобожье, ну, свойственно мутазелитам тоже. Это строгий монотеизм мутазелитов. Отрицает не только политеизм и антропоморфизм, но также и вечность божественных атрибутов. В том числе отрицает вечность атрибута речи. Поэтому мутазелиты говорят о сотворенности Корана. Ну, тоже все понятно. Здесь логически сотворенность Корана вытекает из того, что Бог не является, в общем-то, строго единым со своими атрибутами. Ну, Аллаха вечен, а его атрибуты нет, видимо. Обещания и угроза. Бог непременно осуществляет свои обещания и угрозы, если он обещал покорным рай, а непокорным угрожал адом. Ни ходатайство пророка, ни милосердие Всевышнего, ни в состоянии изменить характер воздаяния за совершенные человеком деяния. Ну, нормально. Промежуточное состояние или наименование и суждение. Мусульманин, совершивший тяжкий грех, выходит из числа верующих, но не становится неверующим, находясь в промежуточном состоянии между ними. Вот, кстати, еще одна важная тема, которая очень часто затрагивается мыслителями исламского толка. Вот как раз вот, что происходит с мусульманином, который совершил тяжкий грех. Он остается верующим или выходит из числа верующих. Какое его, в общем-то, в итоге наказание ждет, считать его мусульманином или не считать, проблема решается многочисленными способами. Поэтому в данном случае позиция мутазилизма нам интересна. По велению и одобрению. Следующая графа. Мусульманин обязан способствовать всеми средствами торжеству добра и бороться со злом. Особенно с гадким шайтаном, я полагаю. Ашаризм. Основатель Ашаризма Аль-Ашари. Так, для Ашаризма положения разума важны. Но в любом случае они подчиняются положениям веры. Доводы разума нужны для доказательства положений веры. Ашаризму свойственна концепция Казба. То есть присвоение, согласно которой Бог после сотворенной человеческой способности или вместе с ней творит совершаемое действие. Если человек хочет этого и берется за это действие, то такое действие называется Казба. Следовательно, это действие сотворено Богом и присвоено определенным человеком. Данным определением Казба Аль-Ашари, по сути, отверг способность человека быть творцом своих поступков и действий. Ну, потому что Аллах творит все поступки и действия всех людей. А ученик Аль-Ашари, в общем-то Аль-Бакелани, изменил термин присвоение, ведя в него понятие выбора и намерения в присвоение. Большинство Ашаритов считали, что человек – место совпадения действий и способностей, сотворенных Богом. Что человек – это место совпадения действий и способностей, сотворенных Богом. И что всякое человеческое действие творится Богом и только присваивается человеком. В общем-то, это такая тонкая-тонкая концепция, которая настаивает на том, что Бог как бы всеведущий, всемогущ, но при этом допускает некие возможности присвоения. Ну, то есть, это неполное отрицание свободы воли, но и однозначно неполное, в общем-то, принятие свободы воли. Это некая срединная пропозиция, промежуточная, довольно интересная. Да. Шариты считали, что слова Корана сотворены, а смысл извечен. Так вот, да. Если мутузелиты считали, что просто Коран сотворен, сотворен, про смысл не говорили, а шариты немножко хитрее. Они говорят, что слова Корана сотворены, но вот написано. Вот то, что написано, это сотворено. А вот смысл вечен. Да. Также все, что можно вообразить, допустимо и для мысли. Теперь переходим к матуридизму. Матуридиты склоняются к разуму в вопросах соотношения веры и разума, но все же занимают срединную позицию между ашаризмом и мутуридизмом. Ну, ашариты, видимо, больше опираются на веру, чем на разум, но при этом все равно опираются, ну, все равно вынуждены, как бы, апеллировать к разуму, потому что иначе спорить трудно. Мутузелиты больше, в общем-то, опираются на знания, ну, то есть на рассуждения в данном случае. Матуридиты признавали ашарийский казбах, однако говорили, что Аллаха притворяет в жизнь то, что исходит от выбора самого человека. То есть человек сам совершает поступок, но при помощи Божьей силы. Ну, то есть у нас опять концепция свободы воли, чуть-чуть ближе сместились к ней, вот так вот, чуть-чуть к ней ближе. Теперь человек все-таки может выбирать, и Бог уже творит то, что выбрал человек. Матуридиты, в отличие от мутузелитов, признают, что праведники получат возможность увидеть Аллаха в раю, но не описывают, как это будет происходить. Коран считается несотворенным Словом Божьим. Да. Также они убеждены в том, что ад не вечен, каждый пробудет там в соответствии со своим грехом. Тоже, кстати, интересная-интересная концепция, заслуживающая определенного внимания. Вот, мы закончили как бы с предыстории исламской философии. То, что было до, до непосредственно того, что обычно называют философией. Это, да, это калам. Калам определенно богословская традиция, определенно апологетика. Но теперь мы обратимся к фальсфе. Школа фальсфа так и называется, фальсфа, на арабском прямо фальсфа. Да, обычно ее у нас в Европе называют восточный перипатетизм. Но давайте-ка заметим, что на самом деле трудно считать представителей исламской школы фальсфы чистыми перипатетиками. А дело в том, что они смешали в своих воззрениях взгляды Платона, Аристотеля и неоплатонников, а также пропустили их через призму ислама. Для их философии свойственно восприятие Аллаха в качестве создателя всех форм и перводвигателя, признание несотворенности материи, вера в эманацию мира из божества. Ну, это у кого как, конечно, но у некоторых мыслителей, которых мы сейчас рассмотрим, есть вот эта вот эманация мира из божества, а некоторые ее отрицают. А также принятие геоцентризма по образцу Птолемии, отрицание универсалий вне ума, отрицание бессмертия души и учение о средине добродетели Аристотеля, ну, то, что непосредственно у Аристотеля прям взяли. Учение о массах и элите, а вот это уже свойственно именно фальсфе, кстати. Учение о массах и элите, мы его обсуждать практически не будем, но, в общем-то, как бы, да, есть быдло, которое ничего не понимает, а есть элита, которая, в общем-то, состоит из философов школы фальсфа, и философы школы фальсфа, в общем-то, могут много чего решать, и они более мудрые, и они более предрасположены к различным достижениям, особенно достижениям на пути, в общем-то, веры. Да. Также очень часто среди философов фальсфы встречается концепция идеалистического государства с отсылками к Платону, вот к тому самому большому тексту государства, который мы разбирали, они часто на него ссылаются и делают свои, свои идеальные государства по такому образцу, такие же, в общем-то, да, прекрасные, утопические государства, как у Платона. Это очень интересно, это, безусловно, очень интересно. Это очень у многих мыслителей фальсфы просто намечается, это прямо одна из их любимых тем, они рассуждают о счастье и вот о самом прекрасном и лучшем государстве. Это замечательно. Также следует заметить, что именно восточные перепатетики начали тесно смешивать занятия философией, богословием, естествознанием и математикой. Возможно, именно они стали одним из главных предшественников нарождающегося научного метода. Так как до этого в Греции математикой занимались преимущественно представители тех школ, которые мало интересовались эмпирическим миром. Например, пифагорейство, платонизм, неопифагорейство и неоплатонизм. Вот те школы, которые в основном занимались математикой в Древней Греции. А в исламе, может быть, практически впервые эмпирический метод очень тесно начал объединяться с методом математическим, что, в общем-то, и породило вот тот подход в познании, который известен нам сейчас как научный. Ну, непосредственно, конечно же, в том числе и потому, что вот этот вот подход передался в итоге в Средние века, в церковь, в христианство. Да, конечно, тоже в том числе и поэтому. Но зародился, возможно, вот здесь. Заметим, что все нижеперечисленные философы, за некоторым исключением, например, Ибн Туфайль, были универсальными специалистами, которые, подобно Аристотелю, работали над исследованием проблем в разных областях естественных, протонауках, практике, медицине, музыке, механике, математике, в гуманитарной сфере, политике и так далее, и так далее, и так далее. В общем, они занимались вообще почти всем. Очень музыку причем любили, почти все были музыкантами. Ну, математика и музыка очень тесно связаны просто в нашей культуре и в исламской культуре, оказывается, в итоге тоже. Вот, начнем с первого мыслителя. Его зовут Аль Кинди. 801-873 годы нашей эры, конечно же. Это первый перепатетик в исламском мире, который обратился к трудам Аристотеля. Аль Кинди тесно связывал философию с естественно-научными знаниями и был убежден, что для того, кто хочет заниматься философией, обязательно знание математики. Он дает рационалистическое толкование философии, идя вслед за Аристотелем, полагавшим, что философия – это знание обо всем. Аллах – действующая и целевая причина всего. Да, заметьте, действующая и целевая причина. Напоминаю вам учение Аристотеля, согласно которому есть отдельно действующая причина, а есть отдельно цель. Да, действующая причина, конечно, Бог, то есть перводвигатель, а целевая причина, конечно, благо, которое, в принципе, отдельно от Бога, но при этом Бог стремится к благу. Здесь же Аллах – действующая и целевая причина всего одновременно. Он приписывает Аллаху обладание божественным знанием, которое не может достичь философия. Коран для Алькинди – вершина божественного откровения. Ну, что неудивительно. Вот мы уже здесь можем наметить определенную мешанину взглядов. Математика к естественному познанию добавляется. Перипатетики с математикой, и, насколько я помню, дружили, может быть, не очень хорошо. Ну, то есть, мы со своими математическими изысканиями известны другие школы. Вот так скажем. И также вот Аллах. Аллах приписан здесь тоже. Аль-Фараби, следующий мыслитель Фальсофе, жил в 870-м по 950-е годы. Кстати, заметьте, как долго жили мыслители. Ну, то есть, люди, которые представляли собой верхушку интеллектуальной элиты. Причем, заметим, что некоторые из них даже сидели долгое время в тюрьме, к сожалению. Но прожили достойную и длинную жизнь. Ну, и Бенсина, как мы видим, не очень длинную жизнь прожил. Но многие другие. Многие другие прожили хорошую длинную жизнь. Такую по отношению к другим вот обитателям того времени. Ну, неважно. А, начало по своему характеру разделены на два типа по Аль-Фараби. То есть, возможно сущие и необходимо сущие. А вы, уважаемый зритель, возможно сущие. Аллах, необходимо сущие. Все. К первому типу относятся вещи и сущности, которых не вытекает с необходимостью их существования. Для вещей второго типа характерно то, что из них сущности необходимо вытекает их существование. Все, что относится к возможному сущему, для своего бытия нуждается в определенной причине. Такой причиной является необходимо сущие или единосущие божество, которое производит в вечности мир. То есть, Аллах. А, вот. Аль-Фараби описывал идеальный город, государство. Ну, приблизительно так, очень кратко разберем, потому что это интересно. А, во голове находится философ. Конечно, перепатетик и, конечно, восточный перепатетик. Ну, Аллах, все дела, ну, все должно быть в комплекте у него. А здесь люди стремятся к добру, благу и справедливости для всех. Противостоят добродетельным городам города невежественные, которые не стремятся к истинному счастью, акцентируя внимание на телесном удовольствии и богатстве. Плохие города, нехорошие города, вот такие вот. Ибн Сина, один из самых известных мыслителей, в общем-то, ислама, да. Родился в 1800 году, умер в 1037. Латинское прозвище Авецена. Кстати, очень интересная вот эта вот традиция с прозвищами латинскими. Когда, в общем-то, читали философы Запада, ну, то есть средневековые философы и тексты арабских, они им давали определенные латинские такие прозвища. Ну, например, Ибн Сина, Авецена. Немножко даже похоже по созвучиям всего это, по созвучиям их некоторых имен, а иногда нет. Там, в общем, интересные, интересные, интересные вот эти вот прозвища. Ну, начнем с того, что Ибн Сина, хоть это здесь и не написано, он величайший ученый за всю... Ну, не за всю, но один из величайших ученых за всю историю человечества, конечно же. Причем ученый именно как практик, как практик, особенно как медик. Прежде всего, он очень известен своими медицинскими трактатами, и средневековая культура очень сильно поднялась на... Ну, средневековая медицина именно, культура медицины средневековая очень сильно поднялась на текстах Ибн Сина. Но мы разбираем исключительно его философию. Другие его достижения нам сейчас мало интересны, вы можете с ними познакомиться в любом из источников, там, в Википедии, но давайте сейчас обратимся к философии. Творение вечности Ибн Сина объяснял с помощью неоплатонического понятия эманации, обосновывая таким образом логический переход от первоначального единого к множественности тварного мира. Однако, в отличие от неоплатонизма, он ограничивал процесс эманации миром небесных сфер, рассматривая материю не как конечный результат нисхождения единого, а как необходимый элемент любого возможного бытия. Ибн Сина, как мы видим, увлекается неоплатонизмом, да. Ну, в принципе, это не так уж и удивительно, это... Может быть, он считал плотина, да, непосредственно, и наслаждался его прекрасными, в общем-то, эниадами, вполне возможно, а может быть и нет. В любом случае, как мы видим, именно Ибн Сина, ну, его трудно назвать перепатетиком, он, в принципе, намешал себе все. Если мы изучим его учение подробнее, мы найдем там элементы учения и Аристотеля, и Платона, и, конечно же, вот на его платоников, на чем мы сейчас обратили внимание. Да, кстати, позиции всех этих мыслителей, они, ну, довольно похожи, потому что они опираются на тексты Аристотеля. Конечно, они отчасти искажают тексты Аристотеля. Конечно, есть призмы ислама еще с другой стороны. Но есть некоторые все-таки достижения, на которые мы сейчас попытаемся обратить внимание, да и то не на все, ну, к сожалению, потому что я не являюсь большим специалистом в области исламской философии, и сейчас мы с вами просто вот для ознакомления пытаемся рассмотреть их учения. Следующий известный мыслитель – это Ибн Баджа. Он жил с 1070 года по 1138. Латинское прозвище – Авенпас. В самом общем плане высшую страту бытия у Ибн Баджа образует бытие самодавляющее и абсолютно необходимое, а низшую нулевую – абсолютное небытие. Между ними располагаются промежуточные страты. Ибн Баджа толкует сущность наиболее духовной субстанции и деятельного разума как дарителя форм, призванного наделять материю формами, общими для целого класса предметов, и актуализировать в человеческом интеллекте те универсалии, которые содержатся в нем потенциально, как некие предрасположения индивидуальных образов, вырабатывающихся в душе после восприятия форм единичных предметов. Вот. Универсалии в голове. Вот, вот мысль мы достали очень простой. Универсалии содержатся в нем, у нас потенциально, они в человеческом интеллекте. Это мы уже упоминали выше, и это непосредственно есть у Ибн Баджа. Подобное Аристотелю Ибн Баджа рассматривает растительную, животную, разумную душу. Мы, кстати, вот это вот в контексте учения Аристотеля не изучали, не осмотрели. Но да, Аристотель видит в душе несколько аспектов. Растительную, ну, вегетативную, то, что есть у растений только. Животную, то, что есть только у животных. Ну, допустим, мы сейчас называем такие вот вещи инстинктами. И разумную, то есть присущую человеку и всем, кто выше человека по статусу. Богам, деймонам и так далее. Так вот, растительная душа есть у всех абсолютно, у людей она тоже есть. Животная душа есть у животных и у людей, разумная душа есть у людей. И у тех, кто выше, о ком мы сейчас и говорить не будем. В общем, так вот. Ибн Баджа рассматривает растительную, животную и разумную души, акцентируя свою мысль об отсутствии резких граней между соответствующими этим душам силами, ровно как между одушевленным и неодушевленным миром в целом. У людей мы редко встречаем действия, которые были бы исключительно животными. Гораздо чаще действия, совершаемые людьми, носят частью человеческий, частью животный характер. Да. Так вот. Вот. Еще одна теория идеального города, как всегда. Таким образом, людьми наш философ населяет четыре города. Такими именно людьми с разными душами. Так вот. И вот этим городам соответствует четыре образа жизни, которые в совокупности свои противопоставляются добродетельному городу. Города бывают такие. Это Плотский город, город украшательства, город воображения, город памяти. От худшего к лучшему. Город памяти еще неплох. Он не добродетельный город, но он хорош. А, город Плотский город, это не очень хороший город. Это там покушать, это не только покушать, это сладострасть, и все там плохо. Город украшательства такой, эстетский город. Мы себя украшаем всякими предметами, богатство, все хорошо, все прекрасно. Но, но зачем, 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 да. Город воображения и памяти, вот тоже такие интересные города, но они все хуже добродетельного города. Ибн Туфайль, следующий мыслитель, родился в 1110 году, умер в 1185. Латинское прозвище Абубацер. А, да. Единственное произведение Ибн Туфайля, сохранившееся до наших дней, это повесть о Хае, сыне Екзана. Герой романа вырастает на необитаемом острове, где он появился на свет, самозародившись в первичной глюне. Интересно. А выкармливает его, конечно же, Газель, потерявшая своего детеныша. Подрастая, он научается подчинять себе окружающую природу и отвлеченно мыслить, самостоятельно добывая всю сумму философских знаний человечества и достигая в конце экстатического единения с божеством. А, да, вот в этом описании, к сожалению, не написано, что вот там есть два острова, он живет на одном острове, на другом острове люди как бы живут. И вот один из вот этих вот людей приезжает на, в общем-то, на остров вот этого вот дикаря, гениального дикаря-перипатетика, который внезапно добился всех истин перипатетизма, существуя в одиночестве в полном. И, в общем-то, общается с ним, находит вот этого человека мудрым. И более того, они вместе вот с этим вот человеком, то есть Хайей, они переезжают вот этот прекрасный город, пытаются проповедовать вот истины, которые открыл этот великий-великий дикарь. А люди не принимают их, и Хайя понимает, что все плохо, в общем-то. В общем-то, отправляется на свой остров и там достигает экстатического единения с божеством. Ну, немножко подробнее раскрою вот эту тему. Такая мистика, мистика поэтическая, творческая, при этом она действительно связана не столько даже с перипатетизмом, а, наверное, больше с неоплатонизмом. Хотя перипатетические мотивы в данном тексте определенно тоже имеются. Рекомендую прочитать. Это Робинзон Крузо для умных людей, потому что он включает в себя такую вот хитрую философию перипатетическую. Это произведение, повествующее о восхождении человека и его мышления от чувственного восприятия к дискурсивному и интуитивному познанию единого сущего, пользовалось большой популярностью как в эпоху Средневековья, так и в Новое время. Ну, плевать на эту фразу, она ничего не значит для нас. Вот. А самое главное, один из самых главных выводов вот этого текста заключается в том, что для достижения вот непосредственно блага государство нам на самом деле не нужно. Ну, не то, чтобы надо разрушить государство и стать анархокапиталистами, нет. Просто государство не всегда помогает, в общем-то, обрести все нужное, все необходимое для человека добродетельного. А даже иногда наоборот. Города, правительства, они мешают нам в достижениях. И вот это вот и увидел Хайя, в общем-то, в городе, на соседнем острове. Он понял, что, в общем-то, не поможет он людям, да, и сам себе, в общем-то, этим самым мешает. Все довольно просто. Отсюда, кстати, и появляется концепция, свойственная для перипатетиков, которые сначала, в общем-то, были очень-очень-очень-очень идеалистичными утопистами, а потом они стали такими вот людьми, которые скрывали свои взгляды, скрывали свои исследования, они вот не хотели распространяться, не желали всем вот рассказывать, какие они прекрасные, какие они замечательные, потому что их в тюрьмы сажали постоянно за это, как бы, блин. Очень-очень печалевая судьба у большинства из вот этих вот людей прекрасных было, как бы. Поэтому им пришлось все-таки прийти к концепции не политической, которая вот заставляла их везде бегать, как всем тиранам, рассказывать, какие хорошие государства можно построить, и что философ должен во голове стоять. Нет, они решили уже скрывать свой взгляд и как бы добиваться, в общем-то, мудрости в одиночестве. Если я не ошибаюсь, Ибн Баджа вот тоже такой же концепции придерживался в том числе. Хотя у него есть добродетельные города, ну, здесь я могу, кстати, ошибаться. Но Ибн Туфаль уже точно вот такой концепции придерживался. Ибн Рушт. Один из самых крупных, в общем-то, мыслителей того времени. Родился в 1126 году. Умер в 1198. Латинское прозвище Авераэс. Перипатетик. Перипатетик, да. Это основоположник Авераизма. Начнем с того, что он отрицал учение об эманации. Уже хорошо. Уже как бы минус, уже ближе к перипатетизму. Придерживался более чистого аристотелизма. Считал, что учение Аристотеля есть высшая истина, потому что его понимание было пределом человеческого понимания. Спорил с Альгазали. Это очень-очень-очень тоже мудрый богослов того времени, очень интересный. Альгазали написал такую книжку, которая называлась «Опровержение». Опровержение перипатетиков, в общем, этих восточных. А Ибан Руш написал книжку «Опровержение». У них батл такой был интересный и идеологический. Ну да, Альгазали очень подробно разобрал учения всех предшествующих перипатетиков восточных и как бы разгромил их, ну, по мнению самого Альгазали и его последователей. А Ибан Руш как бы опровергнул опровержение. Так вот, Ибан Руш выступил последовательным сторонником знания, полученного строго доказательным путем знания аподектического, противопоставляя его как истинное другим видам знания, риторики и диалектики. Это чистый Аристотель, конечно, это вот чистейший Аристотель. Вот у нас есть логика, формальная логика, абсолютно истинные выводы. Все, все замечательно, все классно. Да, Сократ, в общем-то, человек, люди смертные, все, Сократ смертен. Все, 100% вывод. Если посылки правильные, то знание это абсолютно верно. Да. В риторике, ну, Сократ, смотрите, какой он красивый, прекрасный, замечательный человек. Да. Какой он хороший. Какой замечательный Сократ. Риторика, то есть, опирается на наши какие-то эмоции, воздействие на эмоции, пытается красиво слова составить своеобразным таким образом. Иногда воздействовать на логические ошибки. В общем-то, риторика, да, она нужна, она иногда важна по Аристотелю, но если она не опирается на, в общем-то, аподектическое знание, то есть, знание абсолютное, такое, непротиворечивое, так скажем, знание, то она ничего не стоит. То же самое, в принципе, и с диалектикой. Диалектика, противодействие двух, в общем-то, борющихся сил, задающих другу вопрос и пытающихся найти истину. Если диалектика не включает в себя истинное знание, ну, то истины в ней не получится. Если истинной логики в диалектике, в общем-то, нет. Если просто спорят два дурака, допустим, которые не знают логики Аристотеля, конечно же. В общем, эти два дурака, ну, ничего не сделают. Что думал об этом Ибн Рушт? Первая из них, ну, то есть, аподектическая... А, нет, риторика. Риторика, то есть, обращена к необразованной публике, которой надо внушить некоторые важные для сохранения спокойствия в обществе нравственные правила. То есть, он не говорит, что риторика не нужна. Риторика нужна, ну, вот, дурачку, чтобы объяснить. Смотри, смотри, вот у нас есть справедливость. Если справедливости не будет, то придет тебе дядя и разобьет тебе голову молотком, как бы. Например, отрубит тебе руки и сбросит их в реку, например. А если справедливость есть, то вот этого дядю могут наказать, и дядя будет еще думать, делать ли такие гадкие вещи. Вот так вот. Вот. Риторика. Логики здесь, как бы, непосредственно нет. Есть риторика воздействия на эмоции, воздействия на интересы человека, но это иногда нужно. Это все-таки иногда нужно, и, ну, Ибн Рушт этого не отрицает. И Аристотель этого не отрицал, а риторика тоже иногда нужна, как бы. Второе, диалектическое знание, сфера теоретизирования мутакалимов. Ну, мутакалимы, которые опирались на, вот, мы уже их разбирали. Да, они опирались на логическое знание, но все-таки, наверное, ближе к диалектическому здесь. Так вот, это позиция богословов, которую должны обословывать истинность религиозных догматов. Этот вид знаний Ибн Рушт расценивал, как вредный для общества, поскольку при этом создается иллюзия знания, а на деле возникает путаница в умах и бесплодные споры. Противоречия между теологией и наукой имеют под собой основания, ибо теолог опирается на истинное откровение, а ученый на данные науки. А вероисты стремились доказать, что хотя предмет, которым занимается наука, диаметрально противоположен предмету теологии, тем не менее, каждый из них в собственной области, ну, сохраняет ценность. То есть, разум и вера, в принципе, равны. Ну, или если не равны, то ценные. Может быть, не равноценны, но все-таки обе ценные. Кстати, скорее всего, я бы даже сказал, что Ибн Рушт, все-таки, ну да, двойная истина у него такая имеется. Невозможно, невозможно в разговоре про исламскую философию и не упомянуть про Аль-Газали. Он не является перипатетиком, заметим это, и он спорил с перипатетиками, очень влиятельный мыслитель, которого иногда даже считают основателем суфизма. Ну, по крайней мере, он действительно очень влиятельный и очень знаменитый. Так вот, Аль-Газали. Исламский богослов, видный интеллектуальный деятель, который спорил с представителями восточного перипатетизма, а также был одним из основателей суфизма. Ну, был сознаватель суфизма, ну, допустим. По мнению Газали, истинное знание – это божественный культ сердца, внутренняя молитва, средство, которым обладает человеческое сознание для того, чтобы приблизиться к Богу. Мелочные споры о богословии или юридических тонкостях нужно заменить любовью к Богу, создателю интуитивной жизни души. Осуществил в своих трудах синтез традиционных, рационалистических и мистических элементов. Ну, то есть, в основном, за счет того, что мистические элементы в его учении появились, его можно считать, в общем-то, родоначальником суфизма в некотором роде. Суфизм. Теперь, что ж такое суфизм? Это аскетическое и мистическое направление в исламе, имеющее множество форм и, в общем-то, разветвлений. Очень много разветвлений у суфизма, очень много традиций, очень много разных практик. Уже в этом смысле суфизм интересен. Обыкновенно выделяют три периода развития суфизма. Аскетический, период непосредственно до суфизма, период суфийских братств. Целью суфизма является воспитание совершенного человека, который свободен от мирской суеты и сумел возвыситься над негативными качествами своей природы. Суфизм вдохновлял своих последователей, раскрывал в них глубинные качества души и сыграл большую роль в развитии эстетики, этики, литературы и искусства. По мнению суфи, путь совершенствования духовного мира каждого человека был показан на примере жизни пророка Мухаммада. Посредством суфизма человек может реализовать такие сокрытые качества своей души, как вера, покорность, терпение, довольство, упование и бороться с такими сокрытыми душевными пороками, как нетерпимость, гордыня, скупость. Традиционно считается, что в течение XII-XIV веков в суфизме сложилось 12 основных братств. Вот эти братства, перечислять мы их, наверное, все-таки не будем. А некоторые исследователи включили такие тарикаты, как Дусукия, Садия, Байрамия, ну, в общем-то, все это и название, которое мы раскрывать здесь тоже не будем, поэтому не важно. Эти братства дали начало всем многочисленным ветвям, сложившимся впоследствии самостоятельной тарикаты. А теперь вот что делали суфи? Что же они делали? Чем они добились, в общем-то, такого внимания всех остальных? Почему они так много кому интересны? Особенно исследованием ислама они очень интересны, но и не зря. Суфий должен последовательно пройти несколько стадий духовного совершенства. Это путь, то есть тарика. Мы уже рассматривали тарикаты, а тут тарика. Это путь мистического познания истины. Это путь мистического познания истины, получается. Этот путь мистического познания истины суфий может проделать только под руководством наставника, роль которого чрезвычайно велика. Ученик, то есть мюрид, ищущий, должен был беспрекословно подчиняться своему учителю, шайху или муршиду. Крупнейших суфийских учителей, прославившихся познаниями и благочестием, стали именовать святыми или божественными полюсами. Кстати, во многом из-за того, что там были своеобразные авторитеты и святые, у многих мусульман, особенно радикального толка, имеются претензии к суфизму, так скажем. И претензии очень-очень серьезные, потому что те же претензии, которые к шиитам имеются, потому что создаются какие-то авторитеты. Кроме Мухаммеда и Аллаха, авторитетом быть как бы в исламе не может. Да, так обычно считают радикальные течения. И, в принципе, суниты в целом тоже с этим согласны. Так вот, здесь появляются некоторые святые учителя, у которых даже места силы, между прочим, есть. Так вот, число стадий различно в разных школах, но, как правило, выделяются четыре. Шариат, закон, благочестивая жизнь согласно общим для всех верующих приписаниям мусульманской религии. Для суфиев эта стадия рассматривалась только как подготовка к мистическому пути. Чтобы стать суфием, нужно быть хорошим мусульманином, как бы. Все, следующим шариатом. Все очень просто в данном случае. Такая подготовка. Ты хороший, благочестивый мусульманин, ты можешь стать суфием. Следующий пункт – это тарикат. То есть, мистический путь, заключающийся в добровольной бедности, отречении от мира и от своей воли. Суфий должен всецело подчинить себя воле наставника, под его руководством упражняться в аскетизме и в духовной жизни. В дервишской обители или дома. Марифат – мистическое познание. На этой стадии суфий, отрешившийся от чувственных желаний, признавался способным достигать в отдельные моменты экстаза, экстаз хайль, временного общения, связи, висаль с единым богом. На этой стадии суфий, с разрешения своего шейха, сам мог стать муршидом-наставником для новичков. И хакикат. Хакика – истина. Стадия постоянного личного общения с единым достигается лишь немногими суфиями, способными находиться в состоянии именуемом фана, исчезновения, угасания, гибель, то есть подавить в себе личную волю, мирские желания, человеческие свойства. Таким образом освободившийся от чувственного мира достигнуть совершенства. А, ну то есть мистика. Очень-очень-очень индийский подход даже в некотором роде. Неизвестно, повлияли ли индусы на возникновение суфизма, но очень похоже, отчасти очень похоже есть элементы. Кстати, да, есть различные практики, включая танцы, танцы дервишей, как они вот крутятся, вращаются, тоже интересная такая вещь. Есть дыхательные практики, ну, например, когда на вдохе говорится «ау», а на выдохе «ах», «ау-ах». Дыхательные практики, да, в которых в каждом слое еще и произносится имя божества. Множество интересных практик, ритуалов, ну, например, зикр. Сейчас мы тоже об этом поговорим. Восхождение по ступеням духовного совершенствования было возможно только путем особой системы упражнений и ритуалов, число которых обычно входят тауба, покаяние, тафакур, мысленная молитва, внутреннее созерцание, халва, уединение, саум, пост. Но наибольшее значение придавалось ритуалу зикра. Напоминание, ну, то есть, поминание, прославление имени Бога, Аллах, 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 помни об Аллахе всегда. Ритуал зикра предполагал овладение, ну, то есть, вообще, у себя вот эта система, она более жесткая, чем обычное поклонение мусульман. Мусульмане, ну, там, всего-то, всего-то пять раз в день молятся. Ну, что это? Что же это такое? Что ж так мало-то, в общем-то, спрашивается. Постоянно, постоянно нужно помнить об Аллахе, как бы, для суфи. Вот. Ритуал зикра предполагал овладение особыми ритмизированными движениями, особыми позами, методами контроля за дыханием, на вдохе-выдохе с целью концентрации сознания и координирования движений тел с мысленным повторением или произнесением вслух формулы зикра. Различаются громкий зикр и тихий. Зикр может совершаться в уединении либо совместно с другими членами братства. Цель зикра – вызвать у суфи состояние экстатического транса. Для быстрейшего вхождения в транс, перехода в экстатическое состояние, которое трактовалось как раковременное непосредственное общение с Богом, был разработан целый ряд технических приемов. Многократное повторение именно имени Бога под музыку, обычно бубен, тамбурин или кларнет. Коллективный экстатический танец, пение, смена ритма и чистота дыхания, положение тела. Ну, в общем-то, в разных братствах по-разному, разные методы использовались, конечно же. Ну, это все интересно. Все крайне интересно. Сейчас я немножко вам тоже расскажу такую информацию. Многие, наверное, знают вот этих вот знаменитых ассасинов, ну, то есть гашашинов. Они практиковали курение гашиша, поэтому они гашашины. Плюс ко всему, ну, они с помощью этого впадали в экстаз непосредственно. И в том числе они, да, убийцами в том числе были. Такое очень интересное братство, довольно-таки радикальное, и оно действительно гасило это премьером, потому что, ну, отчего нет, как бы. Ну, пришли, в общем-то, захватчики, и братство могло убивать непосредственно каких-то, в общем-то, известных личностей, противников каких-нибудь, офицеров, ну, не офицеров, конечно, а, в общем-то, важных людей для армии. Ладно, вывод, все, вывод. Не будем сейчас углубляться в соседов, потому что я... Это тема, в которой я вообще мало разбираюсь. Ну, просто вот тоже одно из направлений суфизма такое было. А, вывод. Вывод по исламу в целом. Ислам в своих философских изысканиях довольно многогранен и сложен. Более того, исламская философия на несколько столетий опережала христианскую в течение достаточно долгого периода. Христианский эмпиризм, медицина, богословие и философия были вынуждены заимствовать аргументы и формулировки у предшествующих исламских мыслителей. Таким образом, ислам, с одной стороны, сформулировал довольно интересные концепции и предложил множество вариантов решения фундаментальных богословских вопросов, а с другой послужил передатчиком философской традиции античности средневековым христианам. Ислам, в принципе, неоднороден. В этом можно было убедиться, изучая не только философские его направления, но и религиозные. Впрочем, в чистое богословие мы с вами все-таки решили не вдаваться, так как это сфера исследования религиоведения. Здесь же мы крайне бегло прошлись по учениям основных мыслителей исламской традиции. Если вы пожелаете, то можете изучить всех вышеперечисленных мыслителей подробнее самостоятельно. Моя задача дать энциклопедический разбор, показать широту и многогранность того или иного периода философии в том или ином культурном регионе. Я надеюсь, мы с вами выполним достаточно полный охват, чтобы у вас была возможность осознать богатство философии, многообразие ее традиций и ее множественность. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok